В доме на Металлургов 12 кипят балконные страсти. Знаменитой Сталинка стала в начале марта. С четвертого этажа обрушился балкон, после чего бригада рабочих по указанию управляющей компании срезала еще один аварийный, чтобы не случилось ЧП. Когда же пришли за следующим, на его защиту неожиданно встали жители дома. Управляющая компания имеет право срезать балкон в одном случае. Если есть акт технической экспертизы государственной инспекции, если житель не согласен, он имеет право протестовать в суде. Но если вынесено судебное постановление о сносе балконов, то балкон должен быть снесен. Но по закону управляющая компания его обязана восстановить. В управляющей компании обещают, с восстановлением балконов проблем не будет и предлагают на встрече с жителями несколько вариантов решения этой проблемы. Восстановление это можно пройти двумя путем, как я уже говорил. Это по текущему ремонту, к которому жители собирают средства и к подказательному ремонту. Со своей стороны, я повторюсь, мы направили все письма в администрацию региональному оператору в департамент ЖКХ о включении в план капитального ремонта 2016-2017 года восстановления балконов. В доме еще четыре таких балкона, которые могут обрушиться в любой момент. Главное, чтобы никто не пострадал, говорят в управляющей компании. В администрации Кировского района поясняют, срезать аварийный балкон – святая обязанность коммунальной компании. Они имеют право это сделать даже без согласия жильцов. Но уведомлять о подобных процедурах должны по форме. Совместно управляющая компания наняла бригаду для ликвидации этих аварийных балконов, предварительно уведомив жителей, можно сказать, не в установленном порядке. Они просто бросили объявление в почтовые ящики, хотя надо было дойти непосредственно до самих жителей, встретиться, обсудить, переговорить, объяснить эту ситуацию. В Кировском районе немало стали на коварийных балконов, не меньше сотни. Сейчас идет процесс обследования многоквартирных домов. Марьяна Мирная, Максим Гузев, События.